Помочь? А чем ты мне помочь? Вот смотри, вот что она делает. Увидела сантиметр, все платье в ее шерсти. Так, уходи, Луна. Ну, примерно, да? Уходи, Луна. Так. Так. И вот так. Дочка сама прекрасно умеет шить, ей лень. Вот, мама, давай сделай. 80 и 80, 160. 160. Крутится. Вот это, вот это сейчас, 160. А низ? Нет, ты, мам, сейчас пока не мерь, просто так наживу. А я что, я? Нет. Я хочу удостовериться, насколько, да, уменьшить надо, насколько. Короче, что мы делаем? У меня вот такое платье. Оно мне очень нравится. Здесь такой вырез. Коре. Коре, да, это называется? Кира, 160 я там сказала? Да. А здесь? Сейчас, минутку. Очень интересная кошка. А здесь? Там, где люди, туда она приходит? Сложится самое место. 110 и 110, 220 и 5. 220 и 10, 230. 230 минус 160, это будет 70. Вот мне сколько нужно убавить. Ну, сколько хорошо. Голова работает, руки работают, моторика. Спасибо. Мозги. Спасибо за комплимент. Ну, а что, не так, что ли? Так. Мам, только не надо усложнять. Ты прицепи их и вот так вот просто к вот этому шву. Я померю. Не учи ученого. А, да? Извините. Пожалуйста. Сейчас я все знаю, как делать. Сейчас так смешно. Я ржала. Я говорю, сейчас буду снимать. Потом скажут мне, вот старая перешница платье отрезала. Мини. Потом сама говорю, и пошли они все в жопу. А мама говорит, тебе еще никто ничего не сказал. Я уже заранее предвосхищать. Что за человек, а? Так, сколько я? 70, сказал, да? А, мне 160 нужно добиться, правильно? Что ты хочешь? 160. Я сейчас все вот... Хочешь наживулить? Да. Ты... Смотришь своей умной молодой головой? Молодой. Вот видишь, на черном фоне как хорошо все видно. Вот смотрите, какие больные глаза. Какие с первого раза. На черном фоне ничего не видно. Не, при чем здесь? Это же этот... Ну, игла целая такая огромная. В ушко надо попасть. Так. А, это здоровая игла. Что я сейчас собираюсь делать? Я сейчас собираюсь вот это. Вот это. О-о-о-о. Это лен, льняное платье. Не так-то просто. Не так-то просто. Это я где брала? Юникло, по-моему. А почему так, мама? Я наживулю, потом соберу вот так. А почему через край ты делаешь? А потому что это самое... Не получится так. Ой, мучение. Вот так забери гармошкой и там прихватим с четырех сторон. Ну, мам, долго это? Ничего страшного. Мне куда торопиться? Без того, чтобы орать, лучше бы сама взяла и сделала. Вот именно. Предвосхищаешь уже, знаешь. Да я уже всех знаю. Так. Куда ты еще... Вот как ты соберешь? А там у тебя есть это? Мам, можно точно так же собрать этот. Просто прямой бумагой. Что тебе не так? Это же дом. Ну, я... А тебе нравится, да? Зато быстро. Ох. Это, наоборот, не быстро. Сейчас посмотришь. Зато игла у меня в руке цыганская. Это у меня где-то ниже колена до середины икры. Вот так где-то. Ну, как раз по твоему возрасту. А ты хочешь, как молодая. Нет. Длина одежды что, от возраста зависит? А от что? Я вот сейчас одену выше колен. Скажут, вообще с ума сошла? Не обязательно. Если фигура позволяет, или ноги. Нет никаких там целлюлит, или что там люди скрывают. Хотя и с целлюлитом одевают. Мне, например, все равно. Боже мой, Боже. Это у вас вечно шаблон? Ну, вот. Это нельзя. Фигура, конечно. Я не претендую. Это папе надо сказать спасибо нашему. За что? Ты фигурой в папу пошла. А. Да. Потому что я-то нет. Я-то не могу похвастаться. У тебя типично корейский. Фигурой. Да? Не возражаю. А что? У корейцев, знаете, друзья, даже мы сами корейцы и то уже смиримся над этим. Признаем. Значит, ноги, как правило, короткие. Но это тоже было у старых поколений. Потому что из-за чего? Наверное, из-за того, что и рост низкий. Не, а ноги длина нет. Это уже, наверное, генетический, да, такой? Потому что на спине таскали детей. И что? Не, это... Не давали развиваться. А. Не знаю, ноги короткие обычно у корейцев. Считалось раньше. Сейчас молодежь нет. Сейчас молодежь очень высокая есть. Да. Сейчас я вот гуляю и смотрю, правда, как много корейцев высоких. Так что вот этот, как его. Не, ну сама пропорциональность вот этого туловища и ног все равно у корейцев ноги короче. Мнение о том, что корейцы маленькие, немножечко начинают устаревать. Просто, видимо, раньше из-за питания белка мало ели, животного особенно, да? Только траву эту. Потом у корейцев специфически такое строение черепа – нет затылка. Ну, серьезно. Вот у 90% корейцев нет затылка. Затылок есть, но он плоский. Как ты так говоришь? Вот смотрите, видите? А куда затылок делся? Ну, да, плоский. Не надо на мне показать. Иди на сам папаша. А у папы как раз-таки у него есть. Слава богу, вы оба с Колей пошли и фигурой, и это, в папу, не в меня. Почему с Колей? И у Коли тоже. А еще с Колей я бы поспорила. Не надо, у Коли тоже фигура, как папина. Ой, своего сыночка как уговаривает. А что у него, короткие ноги, что ли? Ну, нет. Не надо, не надо, ля-ля. Он посмотрит, скажет, ё-моё, обсуждают. А что? Нет, я иногда сзади смотрю и думаю, похож на папину фигуру. Не, ну, что перевелась. Я просто хочу сказать общие. Что общие? Что затылки действительно у всех плоские. Вот корейцы, проверьте у себя, кто нас смотрит. У всех почти. Это уже строение черепа такое. Дети вот маленькие, да, сейчас рождаются. А, кстати, у Лана, да, затылка нет. А у Орши, по-моему, тоже нет. У Димы нет. У Лены нет. Откуда у детей будет? Да есть. Ой, ты преувеличиваешь. И в армии раньше, смотрите, служили, и шутка была. У папы тоже нету, да, Кира? Сейчас я расскажу. Пилотку одевают, а вот эта задняя часть еще 10 сантиметров пустая. Прищепку надо было. Прищеплять. Вот так, короче, пилотка же вот так. Одеваешь ее, и вот эти 10 сантиметров у европейцев она же лежит, а у корейцев тут, короче, как будто обрублено. Пустое место. И она, короче, однако ступала. Значит, на прищепку надо было сажать, пилотку. Ой, конечно. Так вот, а у нашего папы как раз-таки затылок этот есть. И слава богу, у меня тоже. Не знаю, не знаю. Как не знаю? Не знаю, не знаю. Я знаю. Насчет затылка я бы поспорила, а вот насчет фигуры, насчет ног, конечно, я с этим согласна. И дочь, и сын в папу удались. Ладно, я с этим не спорю. Слава богу. Ну, в общем, мам, ты породу нашу чуть-чуть подпортила. Испортила. Да. Согласна. А не нашу, а папину. Ну, вашу, вашу, вашу. Чего? У нас, кстати, бабушка была тоже высокая. Да? Да, высокая была. Высокая, и дед был высокий. Поэтому у папы все они такие. Младший дядя мой, папин младший сам, братишка, он вообще был по два метра роста. Да. Дядь Коля. Дядь Коля. Кстати, Колю при рождении, в общем, потому что он родился Через два месяца после смерти отца он родился. А, ну да. И они его в честь отца назвали Колей. Николая Николаевича. Да, теперь, когда я уже была беременна Колей, папа сказал, Колей назовем. Вот он, видно, в честь своего отца. Ну, один же уже есть. А все равно, он решил вот назвать Колей, поэтому Колей назвали. А я так не хотела Колей. А ты как хотела? Мне вообще не нравилось. Я не знаю, я уже не помню, как я. У меня, по-моему, и планов-то не было. Но мне Коля не нравилось. Еще когда ты должна была родиться, уже у нас спор был. И мы тогда порешили так, мирно. Если дочка родится, Кирой назовем, тут мы были единогласны, единодушны. А вот если сын родится, он сказал, я, говорит, Колей назовем, а я была против. Хорошо, что Кира, дочка родилась. А уже когда Коля родился, я уже тут спорить не стала. Думаю, ой, что теперь каждый раз спорить на эту тему? Хочет, пускай называет. Вот так у нас. Короче, одни Коли, это капец. Еще друг же был дядь Коля. Помнишь, Ни? Да, Ни дядь Коля. Так, а ну-ка я теперь... Да о чем мы говорили? Мы говорили про фигуру. Что фигура уродилась. Нет, про фигуру рассказали. А, что дядь Коля был высокий, да. А потом перекинулись на Нина. Ой, склероз уже. Уйти можем, вернуться не можем. Мысль теряем. Так. Так. Мам, ну не надо так уточать. Мы все равно же это будем потом обрезать. Я объем измеряю. Уф. Насколько я угадала или я не угадала. Вот если бы ты была портниха, как раньше я. Ой, ты бы один заказ, наверное. Угадала. Угадала. Представь себе, что я угадала. А я сшила за ночь иногда. А теперь я вот что сделаю. По несколько нарядов. Теперь я это вот здесь вот так закреплю, чтобы оно не распустилось. И потом начну пристрачивать, ну, наживуливать. Вот видишь, уже не попадаю. Потому что конец сильно. Короткая. Нет. Вот сейчас попаду. Ну, ты возьми ее и это. Просто сделай там вот этот вот кончик. Мам, ну, вот эту затяжку сделай. Как она называется на конце нитки? Узел. Узел. Господи. Что ты совсем стала язык забывать? Кира, на, ты делай, пожалуйста. Дай, мам, я сделаю узел. Да. Вот так сделаю. Вытащи эту. Вот примерно вот здесь сделай. Вот так. Вот столько отступи. И вот так сделай. Все. Теперь мы сделаем так. Мы наживолим в нескольких местах. И ты потом померишь. Вот благодаря тому, что все-таки я своему зрению уделяла внимание, я вот 82 года еще что-то вижу. Без очков. Опять. Вот так все. Теперь. Все. Вот теперь, смотри-ка. Мне нужно и к шву его прицепить. А? К шву, вот этому нижнему, надо прицепить. Я поняла. Я хочу, чтобы ровненько было. Вот так. Вот так. Вот так. А теперь вот так. Поняла, да, мою мысль? Здесь, видите, сзади вот такая резинка. Она прямо обтягивает так хорошо. И лифт такой укороченный под грудь. И из-под груди идет вот эта вот юбка начинается. Это мне на планшет сообщение. Чего она опять роет, а? Сообщение пришло. Боже мой, роется, роется. Смотри. Кошки как люди. У них у всех разный характер тоже, да? Есть спокойный, вот как у Димы, рыжик. Рыжик. Лежит он спокойно, спокойно покушал, лег, все. Кера, у меня на туалетном столике есть ножницы острые. Принеси. Все? Все. А, сейчас ножницы нам так всегда закрываем. Мужик чухует под окнами. Это кому, тебе приходит? Нет, это тебе. Это мне на планшет приходит? Ну и хай. Теперь как ты делаешь, ну-ка? Опять ты таким швом? Ну, это я же наживоливаю, чтобы ты могла померить. Пойдет тебе такая длина или не пойдет? Вот смотри, вот такой длинной иголкой вот так. Тык, 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 тык. И один раз вытянул. А так тебе приходится каждый шов тянуть. А тут очень толсто, тык, 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 не получится у тебя? Получится. Нет. У нас Юлька тоже, да, высокая, и Витя. Они в отца пошли. Ну, тетя Нелли тоже не маленькая, да? Выше меня. Но они все равно в отца, мне кажется, больше. Так. Нажарили чебуреков, наелись. Теперь вот сидим и рукодельничаем. Все листья у нас уже пожелтели, падают. Октябрь уж наступил, а у нас ноябрь уж наступил, скоро будет. Уж жестче отрихает. Последние листы с ноги своих ветвей. Вдохнул осенний хлад. Дорога промерзает. Журча еще бежит за мельницу ручей. Но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает. В отъезжие поля с охотой своей. И страждут озими от бешеной забавы. И будет лай собак, уснувшей добравой. А ты помнишь стихи со школьных? Конечно. Помнишь? Я помню, но я не те помню, которые мне нравились. Например? Например? Например. Нет, не все, которые мне нравились. Которые не нравились тоже. Я помню. Мне нравился этот Роберт Стивенсон. Этот бересковый мед. Как? Вот, пожалуйста. Не знаю. Очень плохо. Такого я не знаю. Ну, это в старших классах. Восьмом, что ли, классе. И мне этот сюжет так поражал всегда. О чем там? Это, по-моему, где-то в Шотландии, что ли. В Британии там народы жили. Ой, какой народ? Напишите, друзья, я забыла. В общем, они варили вот этот извериско мед. Пришел король шотландский. И он, в общем, стал убивать. Какое-то племя жило. Или, в общем, народ небольшой. И забыла, смотри, сюжет окончания. В общем, значит, схватили там старика одного и его сына, что ли. И он сказал, что если сына вы... В общем, знал секрет этого вереского меда вот этот старик и забыл. Его сын, да? Его сын, что ли, да. Ну, он сказал, что, старик, я вам раскрою тайну этот рецепт. Если сына вы убьете, что ли, что-то такое. О, кошмар. Нет, я сейчас вот выключу камеру, надо будет пересмотреть. И они, в общем, его убивают, этого юношу. Или это был не сын. Подмастерия, что ли. И... А старик потом говорит, что не дам я вам, не раскрою вам эту тайну. Что он якобы беспокоился, что молодой может раскрыть, не выдержит пыток там или смерти побоится. И вот он умер, так и унес эту тайну. Приготовление этого вереского меда. Вообще мне так не нравилась наша литература вот эта, которую нам в школе заставляли. Это ужас вообще. Вот я сейчас вспоминаю, да. Именно то, что мне нравилось читать, то, что хотелось. Оно не было включено в школьную программу. Всякую муть. Максим Горький на дне. Зачем мы это учили? Чтобы потом жить на дне. Не учили, а проходили. Ну, как? Вы что там про... Ничего вы не учили, вы просто знакомились, читали, характеристики составляли. Да, вот вообще вот это произведение, оно было включено в школьную программу. Какое-то все такое, знаешь, вот... Что-то интересное, что... Вот мне, например, нравилась очень книга «Унесенные ветром». Почему бы ее вот... Ну, потому что там, видишь, пропаганды не было. Потому что это не наше. Ага. Горький этот, блин, весь, вообще терпеть не могу. А я была. Песня «Соколе», песня «Буревестники». В доме-музее мы были с папой. Мы с тобой, мам. Когда учились. И ты была? Когда вы учились, нет. Нет. А вообще... Когда мы с тобой ездили, были же мы, ну... О, смотри-ка сейчас. Что он такого сделал прямо, знаешь... Я не знаю, что его прямо таким великим писателем... Вот на дне написал эту пьесу. Песня «Буревестники». Мать. Все какое-то такое, знаешь, умылое. Вот это все... Ну, такая жизнь была. Из каких-то вот подвалов вот этих чернорабочих... Не чернорабочих, а рабочих этих. Ой, блин. Это была правда голая. Это была настоящая правда. И этот Алеша Пешков, которого в детстве лупили, как он, бедный, читать хотел. Это вам так рассказывали. Под лучиной читал. Кто там был свидетелем? Он сам рассказал. Там половина писателей... Ну, конечно, он сам рассказал. И они создали такие идеалы, знаешь, чтобы люди вот прям... Вот этих героев придумывали. До сих пор вот сейчас уже, по-моему, я недавно читала, что говорят, то ли Александр Матросов, то ли кто-то еще вообще не существовал такого. Как это так? Ну, не было такого человека. Просто сделали такой миф героя, сделали, чтобы вот поднимать дух. Солдат, народа придумывали вот таких вот героев. Пешков, ну, ты, по-моему, помнишь, даже папа наш говорит, что Шолохов якобы является автором Тихого Дона, да? А долгое время был спор, что не он автор... Тогда же вот Гражданская война шла, и якобы приписал то ли он сам, ну, навряд ли он сам мог. Просто так нужно было создать вот такого вот писателя народного, героя, красноармейца, и сделать вот такое вот произведение. А он, по-моему, просто делал записки. Вот этот белогвардейский какой-то офицер, вот эти военные события, потом то, что утворилось там в то время, в том районе. Это где же было? Ну, где? В районе Тихого Дона. Тихого? Конечно. И после этого Тихого Дона что он еще написал? Поднятая цельна? Да. Ну и что? И больше ничего, да? И говорят, папа тоже говорит, что Ильф Петров тоже какое-то такое интересное соавторство. Они написали «Золотой теленок» и этот «12 стульев», «Золотой теленок» и все, больше они ничего не писали. А папа говорит, что вот этот слог их построения, да, всего вот этого, всех этих двух произведений, там, знаешь, очень похоже на Булгакова. Вот у него вот такой стиль, слог. У Булгака был запрещен. И вообще, как можно в соавторстве писать? Я вот это не понимаю. Да? Как? Ну как? Очень просто. Одну строчку ты придумал, другую строчку я, да? Нет, почему? А как? Сидели вместе, сюжет придумывали, конечно, сюжет придумывали. А что они больше ничего не написали? Не дожили. Прям не дожили. Я не знаю, что-то и про них потом больше ничего и не слышно, да? Или, может быть, я не интересовалась. Напишите, друзья, куда они делись, Ильф и Петров? И вообще, где они похоронены? Где они жили? Как папа, помнишь, говорил сюда? Я считаю, что кто не читал роман «Двенадцать стульев», с этим человеком не о чем разговаривать. Со мной. А мама сидит и говорит, я не читала? Да. Вот, пожалуйста. Сколько раз пыталась, до меня не доходит их язык. И вообще, мне скука, тоска. Хотя говорят, что это гениальные произведения. А он, прямо у него это как настольная книга. Ну, не гениальная, но просто, знаешь, если взять те произведения, которые в то время были, вот этот «Горький», «На дне», всякая вот эта вот, знаешь, брак этот. Это произведение было такое, как свежая струя. Оно такое с юмором. Луч света в темном царстве, да? О, вот точно. Тоже вот это проходили, эту бесприданницу. А какой черт она сдалась? Ой, подожди, это не бесприданница. Луч света в темном царстве. Кто это? Это Катерина? Катерина Измайлова. О-о-о. А подожди, это что за произведение? Островский? Да? Не бесприданница. По-моему, Островский. Нет, это не бесприданница. Смотри, у меня все из головы вылетело. Островский точно, а называется как? Не знаю, Кира. Вот, тоже плохо училась. В то время это, да, было такое, новый какой-то жанр, такой интересный. Сюжет интересный очень. Эти фразы уже стали как афоризмы. Мам, ну ты долго будешь? Я уже не хочу мерить даже это платье. Кто-то работает, а кто-то не хочет. Смотри, Кося. Все уже, конец. Долго. Мне надо быстро-быстро. Долго. Я раньше, помнишь, когда молодая была, что-то раз увижу какую-то вещь. Думаю, блин, надо шить. Сяду, за час себе сошью. Ну, не зря, моя подруга. И еще вечером одену. Римма Алексеевна, у тебя дочка говорит, как электровеник. А мне надо все с чувством, с толком, с расстановкой. Мне не надо, как попало. Так не как попало, а качественно и быстро. Насчет качества не знаю. Насчет быстро не хочу спорить. Не все же люди одинаковые. Так я и говорю, что все были такие. Мне надо вот с чувством. Время тратишь. Ну что, мое время. Свое, мое. А что свое? Зрителей. Ты что? И нитки самое главное потратить. Нитки. Пока жива, я вот эту катушку, наверное, не израсходую. И вот здесь, посмотри, сколько тут. Еще как израсходить. Куда мне экономить? И еще вот, и еще вот, вот. Ну это таншвейный. Ой. Все, заканчиваю. А у тебя какая была самая любимая книга про издение? Не знаю, я не могу сказать, чтобы мне были. Не читала ничего. Могу сказать, например, про музыкальные произведения. А про литературу я ничего не могу сказать. Но, однако, я до сих пор помню некоторые стихи, а вот вы не помните. Вот и спор. Ты помнишь, потому что вы проходили с детьми, ты учила их в школе. Помнишь, я была ученица? Помнишь, да. И как ее копировала? Да. Как она читала художественно, да? Может быть, да. Как ее звали? Алла. Алла ее звали. Мама один раз пришла с работы и говорит, так смеялась. Проходили вот это стихотворение. Лес словно терем расписной. Помнишь? Угу. Мама говорит, она вышла. Все. И вот так, как прямо говорит, актриса стала руками махать, жестикулировать. Ты помнишь ее? Да. Расскажи, как она делала. Рассказывала. А ты помнишь это стихотворение? Лес словно терем. Лес словно терем расписной. Та-та-та. Лиловый, золотой, багряный. Стоит над... А дальше забыла. Все, меряй. Все, давай. Хорошо девочка рассказывала. Вот, друзья, вот такая и получилась хреновина. Только мама немножко вот здесь вот ушла. Ну, это ладно, это потом выровняется. Вот такое платье. А ты знаешь, что? Хорошо, когда у кого живот. Если есть. Ну, вот с такими можно ботинками, можно с тапками, можно с высокими сапогами. Мне кажется, так лучше, да? Я не вижу из-за дивана что-то там. Встала, вот диван не мешает. Чем длинное было... Вот такое. Да? Ничего, ничего. Лучше, чем... А ботинки что, эти будут, что ли? Ну, да, сейчас так будет. Лучше, чем длинное. А тут длинное, как по подъяе. Ага. Как-то оно стало такое более... Тогда давай просто его от... Не будем колоколом. Отрежем, подошьем. Отрежем она, знаешь, не будет вот этого объема. Объема? Ну, вот этот вот загиб дает... Я поняла, объем дает. У меня узкие бедра, широкие плечи. И поэтому талии нет, бедер нет. Короче, я как доска. И поэтому вот такие фасоны, они хотя бы немножко вот здесь, да? Расширяют, дают. А мне кажется, за счет того, что вот здесь присборено, оно и внизу будет вот так. Вот так. Если мы просто отрежем. Вот так. Посмотрите, что она рвет. Че? Она пошла уже на вторую полоску, видишь? Ну, тебе скажут, когтеточку опять эту купить или ножницы. Короче, ремонт... Я у Димки попросила ножницы, а Димка говорит, вы пишите по интернету. Не хочет. Вот, пожалуйста. Не хочет давать. Попроси потом воды перед смертью. Ну, не знаю, то ли совсем отрезать. Да. То ли... Мне кажется, за счет того, что там сверху присборено, оно все равно будет, Кира, присборено. Вот видите, я вот такая бочка. Не бочка, как сказать. Доска. Нет, мне вот так нравится, мам. Короче, нет, короче, не надо. А нет, короче, как раз чуть-чуть будет короче, потому что вот этот шов срежется, да? Там же подгиб двойной шов. Ты его не распарывай, а прям просто отрежь. Отрежь. И тогда оно как раз чуть повыше будет вот так. Вот так лучше. Повыше не надо. Вот сейчас самое хорошее, Кира, не надо. Нет, когда до колена, то вот эти, как сказать, икры. Легкомысленно. Легкомысленно. Нет, чуть-чуть, чтобы колено вот так открыто. Когда откроешь чуть-чуть колено, уже лучше. Вот, посмотрите, друзья, да? А когда вот так, только видны вот эти дуги две кривые. Дуги. Все, короче, нормально. Вот с такими тоже хорошо. Тапками. И тоже, видите, надо чуть выше. Нормальные ноги, ничего не... Не старушачьи, по крайней мере. Хоть ноги. Вот так хорошо. Сейчас мамино лицо. Крупный план. Вот с той стороны чуть подлиннее, и мне та сторона больше нравится. А эта вот чуть покороче почему-то. Ну, ясное дело. Тебе что, подлиннее больше, да? Да, да. Чуть-чуть, не надо чуть-чуть. А мне наоборот. Ладно, так сделаем. Как? Ну, вот так. Не будем отрезать. Пускай будет объем. Да? Тогда надо... Низ тогда надо... Отрезать. Не надо распарывать. Прямо со швом отрежь. Так. Обметать. Обметать, собрать чуть-чуть. Собрать и пришить к этому шву. Все. И оверлаком пришить, да? Можно оверлаком? О, точно. Прямо оверлаком сразу. И как раз он обметается и этот... И пришьется. А собрать-то как? Собрать широкой вот этим стежком. Как сборку делаем? Широкую стежку даешь, потом собираешь нижнюю нить. Или отрезать. Мне жалко просто вот эту длину. Ладно, решим, потом покажу. Вот, друзья, видите? С высокими сапогами. Тоже мне нравится. Ну вот, нужно, чтобы было... Вот эта вот часть немножко отделяла сапог вот. Получается, все сливается. Да, когда немножко видно, видно колено лучше. Вот так опустить немножко. Ну, можно вот так приспустить сапоги. Вот так получилось. Вот этот край мне что-то не очень нравится. Плосковатый. Или вообще его отгладить. Отрезали мы вот этот край, не стали подшивать. Как раз оно поднялось немножко. Ну, вот такой вообще получилось. Было, чем было, стало лучше. О, свет зажегся. 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 Продолжение следует...